Ваш план, это план на десятилетие, потому что создать то, о чем вы говорите, это действительно дорого и сложно. У Украины это ушло более 10 лет. С 2014 года мы строили новую армию. Соответственно, конечно, новое вооружение, оно появилось вообще с 2022 года. Ну а если вы посмотрите на статистику, то многие страны европейские, они поддавали нам практически все, что было у них. То есть есть в буквальном смысле голые страны. Без систем противовоздушной обороны, без танков, без гаубиц. Ясно, всегда можно сказать, им это и не надо, как мы сейчас к полякам обращаемся. Они называют себя прифронтовой страной, но это неправда. То есть России понадобится еще несколько столетий, чтобы дойти до Польши в буквальном смысле. И то, если мы еще и сдадимся. Но при этом, значит, вот они, какое-то у них накопление происходит, но все равно достаточно небольшое. Почему стоит бояться Европе? Это, скорее всего, если действительно будет меняться политика Америки. Ну а на сегодняшний день, значит, там Камала Харрис вроде не несет таких страшных изменений, а Дональд Трамп вот здесь есть, как всегда, много разночитаний. Совсем недавно на одном большом форуме по вопросам безопасности выступал Курт Уолкер. Я напомню, что это такой спецпредставитель был по Украине, который помогал нам решить проблему окончания войны на Донбассе, на востоке Украины. И вот он выступает и сказал следующее, что Дональд Трамп не хочет, чтобы при его власти Украина потерпела поражение в войне, а его сделали за это ответственным. Также и в отношении Украины Трамп не хочет, чтобы она проиграла, утверждает Курт Уолкер. В принципе, в этом что-то есть, да, на тебя повесят все косяки, это что-то, как происходило с Джо Байденом, когда выводили войска из Афганистана, хотя решение принадлежало Дональду Трампу, но все крайности, все последствия, конечно же, посыпались на действующего президента. Но и здесь, конечно же, мы понимаем, что план Трампа за 24 часа, значит, войну, он нереалистичен. Так стоит ли надеяться, Марк, на то, что когда Дональд Трамп услышит от Путина «нет», я буду продолжать, «нет, подожди, это не то, что я хочу», что Трамп действительно поймет, что он не может бросить все, что было создано не им, а Соединенными Штатами Америки десятилетиями? Ну, во-первых, значит, чтобы принять на себя ответственность, в этом, собственно, и заключается роль лидера нации. Чего ты там в президенты блатишься, если ты не осознаешь, что на тебя все повесят? Ну, как бы, ты же блатирующий президент, или ты что, мальчик, что ли? Ты что, не понимаешь, что любой просос, как у нас принято говорить, повесит именно на тебя, даже если ты к нему ни ухом ни рыл. А что я-то? Ну, так же, как и Байден останется в истории, он мог, конечно, изменить эту парадигму, но за три месяца уже не думаю, что именно при нем, извините, бежали позорно американские войска из Афганистана. Не потому только, что они выводили войска вот так, как они их выводили, а потому что кости пришли, те, с кем вы 20 лет воевали. Вы на что деньги ухнули тогда? Извините, для того, чтобы убить, значит, лидеров Талибана и Аль-Каиды, для этого, в общем, триллионов долларов и огромного контингента, пребывавшего 20 лет на территории Афганистана, ну, в общем, особенно-то и не надо было. Можно обойтись было годом хотя бы. А получается вы это, и это останется в истории за Джо Байдена, хочет он этого или нет. Ну, я думаю, что он не хочет, но вот так. В одинаковой степени, в той же степени, это относится к политической ответственности Трампа, если он победит. Он же и там дальше у Волкера говорит. Я, говорит, не знаю, но я вот думаю, но это я ничем таким не располагаю, что даже в период еще до инаугурации, 20-го, там 21-го, по-моему, января, 20-го января, типа Трамп может позвонить Путину и сказать, слышь, дружок, ну что, заканчивай давай, я иду, поэтому заканчивай. Если бы это такое было, так это хорошо, никто же не спорит, если он вдруг победит, мы не знаем, только Амал Харьевич, он позвонит и скажет, слушай, я еще пока не пришел, ты, значит, это, заканчивай. Проблема в том, что Путин не закончится, вот как вот им объяснить, что Трампу, что Волкеру, что всем им остальным, он не закончит, вы не понимаете? Хорошо, вы понимаете это, но публично демонстрируете такое понимание ситуации, да? Он не для того это затевал, чтобы вот так просто откатиться по одному только, слышь, ты, нет. Он на понты сейчас не разведется, сейчас надо дела показать. Обычного вот этого, я тебе сейчас поморгал, раньше может быть и работа, сейчас нет. А что, он случайно северокорейцев подтянул вообще, понимаете? А что, он остальное все делает просто так? Нет, нет, он шантажирует мир, он этот мир шантажирует, и, конечно же, не в последнюю очередь, потому что он обладает ядерным оружием, и потому что он не признает никаких правил. То есть он это оружием может, а, ну так, ну я сейчас Ирану вон бомбу дам, или еще кому. Ну, похер, похер, хуси там дам, а, хамаз дам, хазбалетам, если вы мне Украину не отдадите. Ну, как бы время разговоров и пустых вот этих наездов, оно прошло. А вот если он позвонит и скажет, слушай, ну я вот, у тебя есть время, я-то-то вот, собственно говоря, помогавки дам украинцам, это первый этап. Вот они же там просят секретные части, ну а я им дам. Ну ты же меня не оставляешь, а? А вот тогда он, как помогает, ты что, серьезно что? Что по Кремлю, по этому? Ну да. Не, ну мы же так не договорились, а мы тогда атомную бомбу? Да хорошо, у нас тоже атомную бомбу, мы их украинцам дадим, сами как будто бы ни при чем, а украинцы на вас бомбу сбросим. Мы-то что, мы американцы здесь ни при чем. Вот если бы так разговор стал, тогда, конечно, все бы изменилось. Почему? Так Трамп бы же сам рассказал в канун выбора, вот сейчас вот рассказывал, что он, оказывается, Путину грозил. А те, кстати, Песков так и не опровергли это все. Они сказали, ой, отличные разговоры. Путин частично, он опроверг, он сказал, что я такого разговора не помню. Да, ладно. Все протоколируется, все фиксируется, аудио, видео. Ни один разговор, может, люди не понимают, я в дипакадемии все-таки участвую, то есть ни один разговор на таких уровнях и даже ниже уровнях не может обходиться без протокола, видеофиксации, даже если об этом не договорились, чтобы вы понимали. И те, и другие снимают и записывают. Даже та-та-та беседы. Для американского президента это обязательно, он не имеет права, иначе преступник, он против государственных преступлений совершает, измена. Нет и не может быть никаких тайных разговоров на таких уровнях. Никто с этим не шутит. Все пишется от и до. В этих значках, вот этих вот, он сидит там в этом значке, американском, там все его микрофоны. Все пишется. Нет никаких конфиденциальных бесед. Так не положено. Я просто уверен, что такой разговор был. И типа он же добавляет в Wall Street Journal, в интервью, говорит, «А я псих, мне все можно». Типа он знает, что я псих. Покажи, какой ты псих. Нам нравятся психи у власти, когда они за правое дело. Понимаете? Пусть. Чем больше психов, тем лучше. Потому что другого языка они не понимают. Вот если бы, как Волкер это рисует картину, действительно состоялся такой разговор, и на отказ Путина прозвучали бы угрозы вот такие, а потом еще эти угрозы начали реализовываться, «Да, я вам хочу сказать, что они бы откатили назад». И северокорейцы бы поехали к себе с дырявыми ложками. Не буду пояснять, что это такое. И, знаете, эти тоже подумали бы десять раз, вот мы тут рвемся к Покровскому, а тут у нас, понимаете, жопа на дереве повисла. Где-нибудь в районе Брянска или Москвы, или Патриарших прудов, или за Уралом. А нахрена воевать, если у тебя в тылу, так сказать, будет вот так? Так, какая логика? Чего ты захватываешь Киев, если у тебя Москвы скоро не станет? Ты только дай украинцам эти томогавки, так они зальют все этими томогавками. А вывод какой? Да прекрати войну, и все. И ничего не будет. И никому ничего не будет. Понимаете? Просто прекрати войну. Просто ее для начала просто останови сам. Не украинца, а ты восстанови. Ты же ее начал. А потом начинаем уже разговор. А как бы нам бы вот краями бы разойтись? Ну, откатывай потихоньку. Хотя бы там уже сказали к ситуации февраля 22-го, а потом уже дальше. Ну, а как ты хотел? Что ты хотел? Ну, либо воюй со всем миром, реально воюй. И вот так притворно. Потому что у тебя все, ты делаешь, что хочешь, а украинцам нельзя делать ничего. Ну, что это за война такая? У этих баллистические ракеты, этих, то, это, пятое, они привозят иностранцев воевать целыми армиями, а, значит, ну, дивизиями. А, значит, украинцам нельзя ничего. Ну, что это за война такая? Как в ней можно победить вообще? Как в ней можно защититься, если вы так воюете? Нет. Нельзя вязать по рукам и ногам. Тогда не выиграть. Так не бывает. Так это не работает. Вообще. Вот чтобы все понимали. Так не работает. Поэтому, на самом деле, Волкер скорее выдает желаемое за действительность. Мы ничего не знаем про Трампа. Просто ничего. Он говорит одно, делает другое, думает третье, потом вообще наоборот говорит все. Сейчас он эту риторику эскалировал. Это он, например, заявляет на митинге. Вы что, говорит, придурки? Говорит к демократам. Вы что, реально что ли меня агентом Москвы считаете? А кто Северный поток погубил? Ну да. Он действительно его, этот Северный поток, добился того, чтобы его не было. Создал условия для взрыва этих трубочек. Понимаете? Они же не работали. А, напомню, Вашингтонскую декларацию с Меркель уходящей заключил именно Байден, разрешивший этот Северный поток. Ну, после начала войны, естественно, все это было погублено. Поэтому, на самом-то деле, он пытается оперировать к общественному мнению. Понятно, в надежде победить, заручиться голосами тех республиканцев, которые к нему относятся с недоверием. Там целая даже организация возникла. И там Камала Харрис паразитировала на этом, говорила, что я даже министром возьму одного в свою администрацию республиканцев. Так она сказала публично. Уж не знаю, собиралась или нет. Вот. Ее и многие поддержали. Но, еще раз повторяю, слова эти сейчас, они не звучат убедительно со стороны Трампа. Только дела. Нужно показать уже делами. Ну, и опять же, слова противоречивые. Конечно, для политики нет другого критерия, кроме его публичных заявлений. Ну, а как вы им в голову уже не залезете? Ну, что вы там вдруг проделаете отверткой и посмотрите, что у него там в черепной коробке? Ну, нет же. То есть, другого критерия, кроме публичных заявлений, обязательств взятых на себя публично, ну, нет другого критерия. Мы слышим от Волгера. Волгер реальный друг Украины. Там, я не знаю, это Помпео слышим. Ну, никто же не заподозрит Помпео в отсутствии симпатии к Украине и, так сказать, ненависти к Критерии. Но, тем не менее, это все. Пока слова. Пока слова. И при общем выборе между Трампом и Камалой Харрисом, ну, как я уже выше сказал, мы основываемся на публичных заявлениях с точки зрения, для Украины Камалой Харрис более надежный партнер. Предсказуемый партнер. А Трамп не предсказуемый. Мы вообще ничего не знаем. Что мы будем делать? Ну, заступая за нашего большого друга Джо Байдена, я скажу, что договор, который, по сути, позволил действительно разморозить строительство и довести до ума и до работы Северной потоки, это был некий комплимент и попытка возобновить отношения с Европой, с Германией, с Ангелой Меркой. Но все это, в любом случае, по сути, мы смотрим на результат. Результат, хотя Украина долгие-долгие годы, она убеждала, что, смотрите, этим газом вас и задушат. Не делайте этого. Но это отношения между Европой и Соединенными Штатами Америки. Хочу вас спросить про фальсификации, насколько они возможны в Соединенных Штатах Америки, но передайте мне, я напомню нашим зрителям. Друзья, сейчас самое время оставить ваш лайк, подписаться на YouTube-канал Feigin Live и подписаться на YouTube-канал Курбанова Live. Значит, вы знаете, я напомню нашим зрителям, что очень сложная, очень непонятная своеобразная система выборов в США, где в то же время можно голосовать по почте, можно голосовать до дня самих выборов, то есть до 5 ноября. Поэтому какая-то часть американцев, она уже успела проголосовать. И появились обвинения в том, что Вашингтон в пятницу уже даже привел в готовность часть Национальной Гвардии из-за информации о беспокойствах, которые могут, да, акции протеста начаться 5 или 6 ноября, то есть заблаговременно. И все это на фоне обвинений в том, что происходит как будто бы вброс, там, где-то бюллетеней. Я видела, мне даже присылали из Соединенных Штатах Америки, значит, как электронное голосование, где невозможно проголосовать за Дональда Трампа. И, конечно, сторонники республиканцев, они предполагают и очень боятся, что у них, значит, все это украдут, там поджигались даже урны в бюллетене в одном из штатов, где ожидается легкая победа Камалы Харрис. Одним словом, вот давайте поиграем в теорию сговора, насколько вероятно, что Соединенные Штаты Америки, которые, конечно же, уже давно не являются образцом, мы посмотрели на их выборы, на их кандидатов и поняли, что, ну, это вот-вот прям не совсем та страна, с которой стоит и нужно брать какой-то пример. Но при этом мы верим в судебную систему, в прокуратуру, мы верим, что есть государственные институции, прям сильные. Так вот, возможно ли фальсификация в Америке? Ну вот смотрите, есть процедуры, механизмы институты, которые в Америке в общем и целом, с точки зрения политической демократии, ее стандарты, они безупречны. Подчеркиваю, сами институты. Как система она почти безупречна, несмотря на архаический способ выборов через выборщиков, ступенчатые так называемые выборы. Я тоже небольшой фанат, многие меня прям с пеной у рта убеждают, американисты, специалисты, то есть не какие-то сулит там, а давай, ты что понимаешься. Нет, они убеждают, что в силу не только традиции, в силу федерализма и вот такого федерализма, где есть диспропорции между представительством, ну понятно, что некоторые, почему выборы народа не совпадают с количеством выборщиков, ну просто какие-то штаты диспропорционально обладают большим количеством выборщиков по отношению к количеству населения. И поэтому выборы народа часто бывает один, там, как это было в случае с победой Трампа в шестнадцатом году, да, Клинтон проголосовал на три миллиона больше за Хилл и Клинтон, а выборщиков у Трампа оказалось больше всего, повторяя, не совпадающие диспропорции между избирателями и выборщиками. Ну это такая система, то есть, ну, закон такой, какой он есть, и его этот закон выполняет, несмотря на то, что общее количество, чисто по арифметике, побеждают часто вот совершенно не те, кто становится президентами Соединенных Штатов Америки. Вот так у них устроено, понимаете? Можно долго сейчас вести беседы относительно того, что это неправильно, правильно, как это реально отражает выбор людей, не отражает, но такой закон, и он в одинаковой степени распространится и на тех, и на других, и это, между прочим, часто бывало и по отношению к республиканам, и по отношению к демократам. Сейчас в большей степени к демократам, потому что, видимо, большинство населения все больше склоняется за счет мигрантов, за счет поколений, усложнения этнического, географического, другого состава населения Соединенных Штатов, больше становится не белого населения и так далее. Евреи, кстати, к цветным относятся, я удивился в анкетах. Ну, поскольку я, например, русский, типа я белый считаю. Я такой бело-цветной. Но я к тому, что мы эту систему архаическую не трогаем. Вот она какая и есть. А действительно фальсификации возможны. И, кстати, после последних выборов, я слышал цифру 300 дел, что ли, было действительно, где фальсификации, какие-то попытки фальсификации, точнее, они место имели. Какое-то количество людей даже осудили. Но все-таки, несмотря на всю критику, визги и крики, я все-таки считаю, что это решающим образом на выбор самих американцев не влияет. Как с точки зрения выбора народа, а он иногда, повторяю, противоречит реальному последнему результату, когда выборщики голосуют совершенно другого, решающим образом не влияет. Понимаете? Не влияет. Я не думаю, что именно как фальсификация это может искривить финальный результат. Мне так не кажется. Хотя сами фальсификации могут иметь место. Вот этим и отличается система правильно устроенная от издержек, которые она несет. Вот в России нет свободных выборов, и поэтому там хоть все проголосуют 100% против Путина, но объявлен будет результат. Понимаете, да? Что такое важность институтов? Там есть моя Элла Памфилова. Ну, Памфилова это вообще, я с ней в одной фракции был, это там вообще, как бы, это Курова из Курв, понимаете? Ну, она ГБшная, все же, была на заводе, там работала в правкоме. Партийная деятельница такая. Помню, как-то ее показывали по НТВ, она с булочки танцевала. Вот, наверное, никто не смотрел, это было в свое время, она там изображала. С ватрушкой, которую она сама, значит, пекла. Ей не на ватрушки, ей надо на траву переходить. А вот, паскуда редкостная, но неважно, хер бы с ней. А вот в целом, я еще раз повторяю, система в Америке работает, она защищает результат финальный. И сдержки, да, могут быть, бесспорно, они там могут быть, но они не могут повлиять на результат. Все равно не могут. Понимаете? Меня тоже поражало, там, знаете, там бюллетени, например, не единые, у нее разные бюллетени в каждом штате. Ну, нифига себе. А зачем? Какие-то присоокупления, еще какие-то местные выборы присоединяются, то губернаторов, еще какие-то сложные простыни какие-то. Очень запутанные. Я тоже считаю, что она требует реформы избирательной системы в Америке, но это не наше дело, мы не американцы, а может им нравится. Они скажут, а вот нам так надо. Понимаете? Какие-то хитрости в этих бюллетенях. Но еще раз повторяю, ну, не влияют они на финальный результат. Те, кто убеждены и не дураки, они голосуют. Другое дело, что вот кто-то скажет, а вот пресса сильно влияет, а общественное мнение, а вот нарратив, а сейчас вот интернет очень сильно влияет. Почти определяющим образом. В основном все платформы, это платформы, поддерживающие демократов. От Гугла до, не знаю, всех остальных. Ну, что делать-то? Ну, да, это вот такие настроения. Вот новый бизнес, новый экономик, калифорнийские все эти силиконовые площадки, они, конечно, поддерживают демократов. Ну, вот так сложилось. Но вы видели, что в этот раз пресса очень много в Америке. Они сказали, друзья, мы нарушаем традицию, и мы не будем никого поддерживать. И там история, что они говорят, когда придет Камала Харрис, нам не будет ничего. Когда придет Дональд Трамп, а мы поддержали демократов, он нас, простите, морально изнасилует. Я думаю, что они тоже все-таки утрируют. Я вот, знаете, перед победой Трампа тоже встречался, не буду называть фамилии, это очень известная правозащитница американская. Она вице-президент одной из главных правозащитных организаций в Нью-Йорке, базирующихся. Она мне сказала, все, это будет страшное дело. Она Россией занимается, Восточной Европой и так далее. По-моему, посидим там сидит. Трамп придет, он с Путина и будет вот диктатуру в Америке. Я, конечно, не американец, это вы тут все, хоть и евреи, но и американцы. Но я говорю, что-то вы прям явно накидываете вообще на вентилятор. Не будет этого. Нет, ты ничего не понимаешь, вы ничего не понимаете, вы там вообще ничего не понимаете. Я говорю, ну мы не такие дураки тут. Мы знаем, от кого говна ждать. Все-таки в Америке действует система достаточно твердой издержек противовесов и реальная независимая пресса, хоть и она часто очень корпоративируется, вот скажем так. Да, вот есть мнение, попробуй против него пойди. Ну, это, слушайте, издержки процесса, которые, к сожалению, проявились в гримасах нынешних гораздо больше. Вот с этими всеми отменами, знаете, со всеми мету и так далее. Ну, тоже попробуй возразить. Забьют банниками, понимаете? Это есть. Это есть. Ну, тоже, кстати, далеко не во всех штатах. Попробуй в Техасе такое, знаешь. Тебе там могут где-нибудь, вон где-нибудь выйди и выступи вот с таким чем-нибудь. За права начни БВМ бороться. Тебе там побоятся. Там так подойдут, подъедут, скажут, что? Это реальные ситуации. Там шутить с этим не надо. Вот. Может быть, это и выигрыш Америки в том, что она неоднородна. Она не то, что управляется, как тут из Москвы. Здесь нет такого понимания центра. Центра идей, центра указаний. Понимаете? Штаты свободны. Да, у них есть пределы их полномочий и компетенции. Но вот представить себе, что кто-то может сверху чего-то указывать, маловероятно. И поэтому даже Трамп, пришедший к классе, если он завтра скажет, а я вот хочу стать пожизненным диктатором и больше никуда не переизбираться. Ну, ему уже девятый десяток будет, ну, ему скоро восемьдесят. Ну, застрелит его сразу. Просто возьмут и застрелят. И на этом все закончится. Просто застрелят. Америка вооруженная до зубов страна. Реально. Ну, в отдельных штатах, от штата к штату разнится, но в такой стране установить диктатуру. Ну, гражданская война может случиться. Ну, вот установить диктатуру – нет. Это невозможно абсолютно. И поэтому пресса, она перестраховывается ради, скажем так, чтобы избежать рисков для бизнеса. Не для свободы слова, а для бизнеса. Потому что, конечно, они ищут преференции. Особенно традиционная пресса. Газеты, журналы, хотя она тоже перекочевала в сеть, но она сильно зависит от конъюнктуры определенной. Это очень связанные вещи. И поэтому, да, у них свои опасения за бизнес. Но я не думаю, что это серьезные опасения за свободу слова. Хотя она переживает сама по себе свободу слова, как процесс не лучшие времена. Всего поляризации. Вот удивительное дело, хорошо, не когда есть два крупных лагеря, а когда их много в лагерях, понимаете? Чтобы их было разнообразное множество. То есть их там, я не знаю, десятки. А часто Америка была именно такой, понимаете? В ней все было. Ты все найдешь в ней. Входи до социалистов. Или там покойного Гесса Холл, который коммунистической партией из двух человек управлял. Понимаете? Но было разное. А сейчас она как-то поляризовалась. Вот есть те и другие. Трамп и антитрамп. Ну, это не очень хорошо. Но это тоже пройдет. Это тоже пройдет. Будет что-то новое. Как писал Гумилев, конец и вновь начало. И тогда, Марк, наконец прошу про вашу темную составляющую, или цветную составляющую, на том, что происходит на Ближнем Востоке, между Израилем и Ираном. Есть такое мнение, ты тоже слышала от разных экспертов, что и эта война, и этот потенциальный удар Ирана по Израилю, это тоже монетка в копилочку того или иного кандидата. Ну, условно говоря, если Камала Харрис достаточно нейтральная, она, конечно, солидарная или сочувствующая разным сторонам, за что ее критикуют, то, наверное, Трамп однозначно выступает против Ирана. И, мол, удар Ирана по Израилю, это был бы выигрыш как раз для Трампа, вся эта его риторика, я придумаю, отомстим и так далее. Вы знаете, что верховный лидер Ирана, Али Хамени, заявил о том, что он поручил Высшему Совету национальной безопасности подготовиться к нападению на Израиль. Значит, как правило, у них очень похожа с Россией риторика, все, удар возмездия, мы всех сотрем, все запомнят, в общем, все. Хотя мы понимаем, что действительно последний удар Израиля по Ирану, он был достаточно мощным. Они не ударили по нефтевому сектору, они не ударили напрямую по ядерному сектору, но действительно там были разбиты важные заводы, о чем Вы сегодня тоже в том числе вспоминали. Так вот, как Вы считаете, может ли Иран пойти на то, чтобы так или иначе, пускай не напрямую, и пускай не на правах первой скрипки, но и ударить по Израилю, это их личная месть, ну и понимаю, что таким образом они влияют на американские выборы. Ну, во-первых, остается очень мало времени. Сегодня у нас какое? Второе число заканчивается? То есть, если они хотят повлиять на выборы, то это надо сделать либо сегодня ночью, завтра или послезавтра. То есть, 5 числа можно, конечно, бомбануть, но, честно говоря, познавательненько будет. Главное, не спутать часовые пояса. Часовые пояса. А потом, вы знаете, такая, а что, так сказать, запутанная такая история, что два раза они пытались ударить по Израилю, ну, что-то долетело, но ведь все-таки такого существенного ущерба нанесено так и не было. Ну, какой-то, но совсем несущественный. Не такой, во всяком случае, который нанес Израиль гораздо более скромными ударами, намного более скромными, как 35-ми, по Ирану в этот раз. Ну, они оправятся за пару лет, но, тем не менее. И потом, вы знаете, это же ведь Восток. Тут ведь око за око, зуб за зуб. Принцип Толеона. Ударить по Израилю, Израиль ударит снова. А им очень болезнен эти удары. Ирану гораздо более болезнен, чем Израиль. Но нет такой системы ПВО. Вот у меня вот сейчас эфир накануне был очень хороший. С востоковедом многие годы прожил в Иране, работал корреспондентом ведущих агентств советских еще, значит, Михаил Иванович Крутихин. Он рассказывал, что, собственно, ну, каждый такой удар наносит материальный и, скажем так, политико-моральный ущерб руководству Ирана, который не может защитить эти объекты. Ну, просто нет. Там, когда не раз, Израиль уничтожил новейшую систему противовоздушной обороны России. С-400. С-300. Понимаете? С-400. С-400 они уничтожили. С-400, ну, там какой-то у них аналог, они говорят тоже. Ну, они обычно говорят, что С-400 – это хорошо покрашенный С-300. Ну, да, я тоже так думаю, но неважно, ладно. Я согласен с тем, что все равно болезненно, хоть С-300, хоть С-400, но так еще раз ударят евреи опять. Потом надо будет снова уже по Израилю бить. А потом Израиль снова будет бить. Понимаете? У меня такое ощущение, что это ради внутреннего удовлетворения, запроса на такой ответ, на такую месть, на такой Талион, это говорится. А на самом деле может это быть спущено на тормозах. Вот у меня такое подозрение. Так для вида, чтобы, не дай бог, Израиль после этого еще раз не ответил. Потому что гораздо у него лучше получается наносить этот урон. Понимаете? А вот сейчас Ирану вообще в контексте происходящего этот урон был бы лишним. Тем более, что вы сами говорите, что такой удар мог бы помочь Трампу. А Трамп в сфере бы настроен по отношению к Ирану. Понимаете? Он вообще, так сказать, перед самым концом, вообще-то говоря, и Сулеймани грохнули в свое время. Так что я бы сказал скорее, с высокой степенью вероятности, что не будет сейчас какого-то мощного ответа. Так для вида что-то изобразят. Дело в том, что сам Иран и его прокси в сильной прострации после всех этих ударов Израиля. Вы знаете, они один за одним убивают всех руководителей Хезбаллы, Хамаса и каждого нового убивают. Понимаете? Ну а там скоро исчерпается количество влияния, дворников начнет нанимать главы политбюро того же Хамаса. Вот. Может, Хезбалла побольше, но так или иначе сейчас вот, ну, совсем не до того. Потому что, если придет Трамп и свирепо, значит, скажет, а давайте расправимся уже наконец с Сегераном окончательно. Это вообще будет не карамелька ситуации. Поэтому мне кажется, что это игра, такая публичная игра. Они будут долго вымучивать из себя, значит, сказки про то, что они нанесут страшный ущерб Израилю и так далее. Но реального удара не будет. Ну, вы правы. Остается, по-моему, совсем мало времени, и мы посмотрим, на что эти последние оставшиеся дни перед президентскими выборами потратят все стороны, которые так или иначе, но принимают участие в войне. Войне на Ближнем Востоке и в войне на российско-украинском фронте. Спасибо.